Колесо обозрения в Рязани быть. Местные жители говорят, правда, что установят его не в привычном месте, на аллею входа в парк со стороны улицы Пушкина. В парке появился и стенд, на котором написаны основные параметры колеса. В высоту оно почти 52 метра. Там будут 18 кабинок и в каждой может поместиться до 6 человек. Зимой кабинки будут отапливаться, а летом в них будет работать кондиционер. Новость, конечно, хорошая, вот только место для колесо обозрения нужно приготовить. И некоторые местные жители возмутились, что в парке началась вырубка деревьев. Вот старые можно, а сажать новые надо. Сажать не сажают. Лес был, хотя бы был, как в лесу. А сейчас это все коммерческие предприятия. И вот я по этому отношусь отрицательно. Потому что я гуляю уже лет 8-9. Ну, были заросли, а уже все получается. Ну, может быть, они рубят старый, который уже пора рубить. При службе администрации города поспешило людей успокоить. Мол, это работы по подготовке парка к летнему периоду. И к колесу обозрения никакого отношения не имеют. Да к тому же испилили всего 8 аварийных деревьев. Бальзамические тополя, клён, астролистный, липу и ясень. Сам стенд привязки к месту не имеет. Носит только информационный характер. Где будет располагаться колесо обозрения, еще неизвестно. Стоит уточнить, что ситуацией этой заинтересовалась и полиция. Во время съемок репортажа они посетили парк и поговорили с местными жителями с такой же целью – узнать, кто деревья спилил. По поводу того, что техника спиливала деревья, какая и кто, и вы видели, что там на этой технике написано. Когда место для колесо обозрения все же выберут, то станет вопрос о расчистке площадки для его установки. И здесь местные жители пришли к единому мнению. Если деревья спилить для установки колесо обозрения, то надо новые обязательно посадить. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».